Всем привет, и ты попал на канал Вилка. Это значит, что нужно налить себе чаю, взять печенье и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой... Ваш любимый аватар. Аватар, легенда о банге, девятая серия, мне не изменяет память. Который рвёт все наши просмотры просто за один день. Как десять Хогвардсов набирает. Не-не. Больше? Больше. Как тридцать. Как тридцать Хогвардсов. Отлично. Давай, смотрим. Готово? Да. Вода. Земля. Огонь. Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но всё изменилось, когда народ огня развязал войну. Только аватар, властелин всех четырёх стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в нём больше всего, он исчез. Прошло сто лет, и мы с братом нашли нового аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство магии воздуха было велико, ему предстояло ещё многому научиться. Но я верила, что Аанг спасёт мир. Аватар. Легенда об Аанге. Книга первая. Вода. Глава девятая. Свиток водной магии. Вот у нас ещё. Восьмую серию не пропустили. Её даже уже два раза забраковали, хотел я сказать. Забраковали. Уже снимаем девятую, восьмую всё ещё нет. И как-то становится немножко тревожно, что придётся там, возможно, что-то опять дозаписывать, как было в первой серии, для того, чтобы пропустили. И это как-то вызывает... Угнетает. Угнетает, да. Знаете, вот эти вот... Борьба с авторским правом и общение с правообладателем, это такая сложная-сложная, тернистая дорога, которая прям... Причём мы даже не знаем, за что их блокировать. Да. Нам никто не пишет об этом. Просто отказ. Просто отказ. Ещё бы они писали причину, было бы, конечно, здорово. А так приходится определёнными способами выкручиваться. Да сядь же ты! Если налетим на кочку, ты упадёшь вниз. Что тебя мучает? Слова аватара Року. Я должен покорить все четыре стихии до возвращения кометы. Дай-ка подумать. Магией воздуха ты овладел всего за 112 лет. К концу лета овладеешь остальными тремя стихиями. Я ещё даже не приступал к магии воды, а до северного полюса лететь много недель. Что мне делать? Это когда к экзаменам готовишься, тоже так же. Паника наступает, когда... Ой, мне же ещё столько всего учат. Паника наступает последний день перед экзаменом. Ты до этого последнего дня всё откладываешь, такой, да, успеется, успеется, нормально. А в последний день ты такой, блин, а я же даже и билеты не читал. Где? Вопрос. Успокойся, всё будет хорошо. Если хочешь, я научу тебя приёмам, которые знаю. Научишь? Но сначала надо найти источник воды. Мы найдём тебе лужу, поплескаться. Хорошо, ты под боком маклады. Что-то сока сегодня какой-то очень токсичный. Токсичный, да, правильно сказал? Чувствуешь? Ну, он такой... Посмотрим, веселье только началось. Ты овладел магией воздуха за 112 лет. Тебе всего осталось полгода для обучения остальным трём стихиям. Ну, он не токсичный, он просто шутит. Ну, как всегда уж. Ну, он прям токсичность его сейчас тоже шутит. Ему как бы тоже в его интересах, чтобы аватар овладел стихиями, чтобы остановить войну, потому что... Всем будет плохо, если это не произойдёт. Все должны работать на аватары сейчас. Знаете, вот опять вернёмся к универу с зачётной книжкой. Сначала ты работаешь на зачётную книжку, вначале первые там один-два курса, а потом зачётная книжка работает на тебя, все видят, что у тебя пятёрки, и такие, ну, оставим тебе тоже пятёрку. У меня так один раз было, реально, на самом деле. У меня была хорошая зачётка, и я, ну, плохо написала экзамен, но мне всё равно поставили хорошую оценку, потому что у меня в зачётке все пятёрки. Вот, и сейчас тоже так же надо, все работают на аватара, чтобы аватар потом всех спас. Пошёл уже. Вот это кайф. Не начинай без меня, малыш! Помни, зачем мы здесь. Правильно, займёмся магией воды. Здорово, а что делать мне? Ты можешь почистить лапы Аппи. Значит, пока вы будете играть с водой, я должен трудиться. Счищать грязь с лап гигантского зубра? Правильно! Идём. Целый кофе. А знаешь, а знаешь... Блин, вот они всегда так показывают, вот такие хорошие моменты, такие лайтовые, вот с воздухом, с водой, вот аватар, там, катара. И потом резкий переход, где вот магия огня, и вот они опять там что-то сражаются. Они тренируются. Они тренируются. Они постоянно тренируются. Они постоянно тренируются. Скиллуху постоянно нужно повышать, понимаешь? Они молодцы, это дисциплина, это правильно. Но, блин, вот этот вот контраст между такой милотой, какой-то лайтовостью и таким резким каким-то, не знаю, агресси какой-то. Не хватает здесь ещё, чтобы отдельную ветку с майгами земли показывали. Типа они там работают. Да. Тележки свои катают туда-сюда. Арбузы возят. Капусту, капусту. Мемный чел. Мемный чел, да. Я, кстати, даже и не знал, если честно, что это мемный чел. Пока не вышла серия, и 500 человек в комментах не написали. Моя капуста, оказывается, отсылка на спанчбоба с моей ногой. Я прям, а я реально не знаю. Я знаю, я смотрел, я видел его пару раз, я ещё такой думаю, ну ладно, типа хихида, ха-ха. Оказывается, это реально какой-то мемазь. И это прям такая нашумевшая капуста получается. Кто-то изменил курс. Дядь, какой? Это что, бунт? Никто не приказывал менять курс. Вообще-то приказ был. Уверяю вас, это вопрос первостепенной важности, принц Зуко. Это связано с аватаром? Это ещё важнее. Кажется, я потерял кость с лотосом. С лотосом? Для игры в пайшо. Многие думают, что эта кость незначительна, но она очень важна для необычной стратегии, которую я избрал. Вот интересно, вот это настоль... Я вообще любитель такой настольных игр, особенно если они такие прям сложные, интересные. Вот интересно, пайшо, есть ли такая реально настольная игра? Надо будет посмотреть. Потому что есть прикольная игра, которую я тоже такой, думаю, надо освоить. Это Гео, да, она называется? Гео. Короче, белые с чёрными такие шашечки. Шашечки, да. Она типа как шашки, только японские шашки. Да. А ещё я думаю, короче, этому дядьке ему нужно тусить с Ангом. Вот если бы они там были, вот около этого водички, они такие... Почирим, покупаемся, да. А он почему-то макогня. А так может, он на самом деле дядя Анга? Было бы хорошо, конечно. Они больше, похоже, подходят. Да. Друг-друг... Ты изменил наш курс из-за какой-то костяшки? Видишь, ты, подобно большинству, недооцениваешь её важность. Дай мне 10 минут поговорить с купцами в ближайшем порту. Надеюсь, у них есть кости с лотосами, и я смогу дальше жить спокойно. Мне повезло, что у меня такой понимающий племянник. Да, рано радуешься. Потом ты будешь мыть ноги мне. Это довольно простой приём, но я обладевала им несколько месяцев. Так что не расстраивайся, если сразу не получится. Вот это классика жанра, сейчас небось аватар такой. Она говорит, я обладевала этим 15 лет. Он такой просто с первой попытки за одну секунду свой в этот элемент. Или нет. Нет, реально, это вот, мне кажется, тоже частый приём, который используют в всяких этих мультипликационных и не мультипликационных приколах. Когда один такой, я стал учителем после 100 лет попыток. И это приходит просто сразу, все вот его 100 лет труда уходят в никуда. Но, мне кажется, у нас мультик наоборот показывает то, что нужно трудом добиваться. То есть, не с первого раза получится. Мне кажется, у него не получится. Получится только с помощью труда, а не если вы спрячетесь на 100 лет в ледяной глыбе. Да. Потому что от ответственности не убежишь. Тени и тащи воду вот так. Главное правильно двигать кистью руки. Такова да, сама так делала. Вот так. Это волна. Это океан. Она такая просто похожая. Я это делаю, а на самом деле это волна просто. Да, или можно еще близко к воде. Это корабль огня едет просто там где-то и волны пускает. Да, волна до них доходит. Нет, это знаешь, она еще может близко губами к воде подходить, такая дуть. И вода такая от ее воздуха двигается. Она такая, это я могу. Это скорее он будет так делать. У него такое сильное дыхание. Интересно, а кто-нибудь после просмотра Аватар вот ехал, например, на море, да? И вот волны идут, знаете, на море. И кто-то, ну, после просмотра. Ямак воды. Да, ямак воды. Они такие, типа, руками делают, волны такие идут. Особенно, когда, знаешь, волна такая идет, и ты вместе с ней подпрыгиваешь, она как будто тебя тоже поднимает. Туда можно как в чародейках, тоже ветер сильно поднул, так уж ямак воздуха. Я Хайлин. Ну, можно, да, ну так и с ним можно тогда. Да так, вообще с любым можно. Да. Ага, логично. Пришли к воде. Это почти правильно. Так, а тебе сейчас, знаешь, что нужно сделать? Встать вот в эту позу, как стоит Катарев, набрать в ванну воды и пытаться тренировать вот эту магию. Вдруг ты избранный, у тебя все получится. Ты вот встань и делай вот так, да? А потом... Мы сейчас видео закончим, ты тоже пойдешь и так же будешь делать. Так я пойду делать, а вдруг полы. Вот, а чтобы получилось, нужно обязательно перед этим поставить лайк, подписаться на канал, и тогда у все получится. Если будешь тренироваться, то в конце концов... Эй, у меня уже получается. Ух ты, как же быстро ты научился. А, я был прав. Да ты знаешь это. Я не помню. У тебя не было учителя. А мне с этим очень повезло. Спасибо. Ну, что дальше? Этот прием намного сложнее. Я называю его водяным хвостом. Он сложнее, чем кажется, так что не огорчайся, если... Он такая... Зачем я тут вообще нужна? Замечательно. Блин, это... Блин, ну почему так? Как? Ну почему так? Почему показывают сразу с первого раза? Ну смотри, я могу это вообще легко объяснить, просто вот вообще очень легко. Ну типа он не избранный. Он не избранный. Вообще без разницы. Аватар он не аватар. Мальчик, который вышел. Да нет, он вообще уже приемный. Вот этот... Он потому что уже маг воздуха, понимаешь? Мне кажется, это просто по аналогии. То, что... Ну вообще вот... Там почему он следующий после воздуха должен изучать воду, знаешь? Потому что вода — это почти схожая стихия с воздухом. Там элементы плюс-минус одинаковые. И то есть вот когда ты управляешь воздухом, то водой ты просто то же самое делаешь. Только физически можешь это почувствовать. Ну воду. Ну он её даже не чувствует, он же её не трогает. Она просто тоже так же, как воздух летает. То же самое, что с воздухом, просто субстанция немножко другая. Вот. И мне кажется, за счёт того, что у него большой хороший опыт в магии воздуха, ему не так сложно освоить, как магию воды. Если он с нуля, конечно, другой вопрос. А так это почти то же самое. А помимо этого, ну у него ещё учитель, видишь, есть который может ему это объяснить. Я хочу сказать, у нас сегодня этот... Вода. Вода. Хотя взмах над головой — это лишнее. Ну, я что хотел сказать-то вообще станавливал. Блин, ну мы ещё не мультик посмотрим, нет? Мне понравятся вот эти музыкальные вставки. Вот здесь кантри как классный идеал, когда он делает... Да здесь вообще всё классно. Вот это, ты прям вообще норм. Втягивает. Не останавливайся, давай дальше. Давай дальше. Я знаю, ещё один приём. Но он очень трудный. Я сама им ещё не овладела. Смысло в том, чтобы создать большую, мощную волну. Давай, честно. Блин, а помнишь где-то на какой-то серии третий-четвёртый чародейка? Как её, блин, зовут-то? Ирма, Ирма. Она такая... Они начали тренироваться где-то там на острове, напротив водоёма, через водоём напротив города. И она такая взяла и сделала большого-большого тоже водяного какого-то монстра. И он ещё такой лопнул в какой-то момент. И водой всех залил. У них там ещё... Да, она портрет Корнелии сделала. Да-да-да. И все они были в этих животных. И она тоже же не очень долго водой училась управлять, то есть... Ой, в чередейках там вообще всё быстрее, гораздо всё легче. Она сразу такая, оп, и портрет Корнелии. Да-да, здесь вообще они парятся, очень сильно учатся, долго и так далее. Но это, наоборот, мне вот это больше нравится. Это больше жизненно. Да, а прикинь, сейчас Катара такая... Я этот приём ещё до конца не освоила, но это вообще классный приём, сейчас смотри, показываю. И такая, это портрет Корнелии. Настолько смешно. Я из меня сейчас. Значит, вот так! Эй, ну как всегда! Отпуждаем. Ак тоже не зашло. Да не, ну почему? Кажется, у меня получилось. Пойдём дальше. На сегодняшний день хватит. Да, верно. Ты отправил нашу провизию вниз по реке. Э-э-э, простите. Мы, конечно, найдём замену тому, что потеряли. Я был сыт по горло и магией воздуха. Ну, Катару, конечно, можно понять, что ей неприятно, да, с этим... Да, это обычно, реально. Ну, в плане, это нормально, что у неё... Нормальная реакция, что она там старалась, 15 лет училась, а тут пришёл аватар, с одной секунды всё у него получилось и бла-бла-бла. Но, с другой стороны, она должна радоваться, типа, блин, Анг, ты уже воду освоил, сейчас земля, огонь и всё, ты вообще закончишь войну. Ну, круто же, после 100-летнего гнёда приходит такой, который сразу воду захватил, сейчас землю поймёт, огонь и вообще красота, и всё спасёт. Вот вопрос, ему помогает Катар? Пожалуйста, отпустите! Эй, чемуся, не кем? А кто поможет землю? О, кого хватит смелости его развязать? Осталось три медных монеты от денег, которые нам дал царь Буми. Потратим их разумно. Эээ, две медных монеты, Сока. Я не смог устоять перед этим свистком. Он даже не свистит. Видишь, даже Момо думает, что это хлам. Не обижайся, Анг, но деньги теперь будут у меня. Я не поняла, даже Момо, что это значит? Что вы здесь, скрими Момо, Момовская дискриминация? Люди воздуха, люди воды и люди земли, за покупками сюда подходи. Товар отменный, не зевай, налетай! О, эльвы! Судя по вашей одежде, вы путешественники! Я, если честно, думала, что это Сока, да? Вот это? Да. Вот это? Когда его не показали. А, типа, кто озвучивал? Да, да. Ну, что, это как-то их план? Может быть, один персонаж. А я ее показал, я такой, прям на лице, как будто видно жулик. Так это и есть, наверное, жулик какой-то. Сейчас нужна. Мы всегда так решили. Хотите, я покажу вам кое-какие экзотические бездевушки? Хотим. Что это такое? Я не знаю. Но у нас это есть. Никогда не видел такого замечательного лемура. Этот зверь принесет неизрядную сумму, если вы захотите меняться. Мома не продается. Смотри, Анг, это свиток водной магии. Гляди, какие приемы. Откуда у вас этот свиток? Скажем так, я купил его на севере за весьма разумную цену. Даром. Даром, зацену. Минуточку. Морские купцы с подозрительно добытым товаром. Пираты. И ручными экзотическими птицами. Да вы пираты. Мы называем себя отчаянными торговцами. Это если бы бланк здесь был. Он такой, мы не пират. Отчаянный торговец. Предприниматель, морской предприниматель. Сколько вы хотите за купленный свиток? Он уже обещан вельможей из царства земли. Но если вы готовы выложить две сотни золотых монет прямо сейчас... Я знаю, что делать, Катара. Пираты любят торговаться. На двух монет? Смотри и учи. Двух медных монет, понимаешь? Предлагаю свою цену. Медная монета. Одна? Ты гений? Моя цена 200 золотых монет. Я не сбавляю цену на такие редкости. Хорошо. Две медных монеты. Опять не смешно, молодой человек. Анг, пойдем отсюда. Мне не нравится, как на нас смотрят. Не хотите, как хотите. Ладно. В чем дело, Катара? Да, я только начал смотреть их коллекцию гуми... Знаешь, типа прикол? Он гений просто. Я бы удивилась, если бы у Анга получилось. Да, могло. Нет, я говорю, знаешь, прикол? Они такие сейчас, типа пираты хитрые такие, да? Они же воруют, там, грабят. И Анг такой выходит, они уже проходят-проходят там куда-нибудь до угла. Такой смотрит на свое плечо, где Мома должен сидеть. А там сидит кокос с палками. И он думал, что это все это время Мома. Они, типа, у него Мома. Они украшены. И подсунули под тел. Как только мы ушли, мне стало легче. Эй, вы! Вернитесь! Так-так, смотрите, кто взялся за ум. Не зря, мы торговались. Эй, Ма! Ты! Ангер! Ха-ха-ха! Так, черепашки-ниндзя пошли. Так, вспоминаем, что мы маги воздуха, да? Маги воды. Хватай их! И куда они не уйдут? Вряд ли эти пираты хотят... А вопрос. Вот они пираты, например, а у них могут быть какие-то способности? Ну, по идее, да. А как вот отличить человека со способностями и человека без способностей? Надо взять его ДНК, сдать в химилабрацию. Серьезно. Да никак ты это не узнаешь. Пока он силу свою не приняет. Ну, конечно. Но, мне кажется, знаешь, вот, типа, скорее всего, если бы это был кто-то сильный, это был бы капитан. Типа капитан, который своей силой и властью собрал команду, показал им свою мощь. И он, типа, управляет, да, простыми смертными, а сам, типа, там, маг какой-нибудь стихии. Скорее всего, это было бы как-нибудь так. С нами торговаться. Давай, давай за ними! Сюда! Окружайте их! Вот так. Опа! Как, а? Опять! Этот город хуже, чем Амашу! Мне больше интересен тот факт, что он в той серии с Буми говорил, что это вроде капусты на последние деньги он купил, чтобы ее, типа, реализовать, продать. А он даже в той серии, где сказал, что на последние деньги он купил капусту, еще два раза появился с капустами. И сейчас он появляется с капустой. Но у него, может быть, он накупил на все деньги, и у него какой-то склад. Целый склад? Да, дома. Погреб. Может, он выращивает, и он купил, типа, большую капусту и маленькую капусту. Маленькую посадил, чтобы она выросла. Сейчас у него постоянная производство с капустой. Интересно, он дальше еще появится? Конечно. Мне кажется, да. Не зря про него столько там шутили. Молись, чтоб твой лемур оказался живучим. Ну? Кто хочет отведать моего стального клинка? Никто. Да блин, мне кажется, после битв, против, после стольких битв с магами огня, им вообще не должно быть страшно, какие-то разбойники с мечами. Да, реально, я говорю, выпусти силу просто. А, может, нельзя. А ей можно. А ей можно. Или, может, он мог вот достать свои вот эти камни и показывать вот этот, знаете, его вот этот фокус с камнями? Когда камни крутились между ладонями, они подумали, ооо, магку с земли и убежали бы. Кто? Держитесь крепче! Анг, я думала, мы убегаем от пиратов. Держитесь! А где мама? А вот она. А где аппа? Купается. Я раньше уважал пиратов, но эти типы ужасны. Я знаю. Вот почему я взяла это. Не может быть! Ты недоволен? Вот почему за нами погоня. Ты укр... Бизнес-план сейчас в голове созрел, смотри. Они обучаются магии, которые в этом свитке указаны. Там не так много техник, что-то 3 около. А потом этот свиток... 3-4. Ну это в ряд, типа, знаешь, там определенные элементы делаешь, чтобы получилось что-то определенное. Как в Mortal Kombat эти комбинации разных кнопок. А потом они его за 200 долларов, за 200 золотых продают. В итоге они еще и в плюсе окажутся, и этих денег, мне кажется, на богу хватит. Тем же пиратам продают за 200 магии. Бизнес-план. Стрела свиток водной магии. Я называю это вынужденным риском. Молодец, Катара. Сока, откуда у пиратов мог быть свиток? Они ограбили мага воды. Это не важно. Ты подвергла нас смертельной опасности, чтобы учиться своим дурацким приемчикам? Это настоящие приемы водной магии. Ты знаешь, как важно Аангу ими овладеть? Оф, чушь. Что сделано, то сделано. Свиток у нас, давай по нему учиться. Почему он так относится на нюху никто? Сука. Ну, типа, это, знаешь, это из разряда, если вот убийцу убивают, он убийца. А если убить в ответ убийцу, то ты тоже становишься убийцей. И он имеет в виду, наверное, типа, да, они грабители, но зачем нам опускаться до их уровня и тоже грабить? Мне кажется, здесь в этом контексте он, ну, что-то такое, типа, мы не такие... Честнее, короче. Да, мы не так низко пойдем, как эти пираты, типа, мы будем все делать честно, и поэтому мы не должны даже у пиратов воровать, пусть они у кого-то украли его. Ну, опять-таки, с другой стороны, они не в выгодном положении. Они три подростка, которые хотят справиться с целым государством, которое ведет войну. Это прям вообще задача нереальная. И у них ни денег, ничего, кроме аппы, нет. Аппы и мому, все. Вот их этот семейный бюджет на троих. И, соответственно, вот здесь можно, как бы, украсть ради будущего этих троих ребят и, в принципе, ради будущего мира, так сказать. Я здесь не зазорно. Я пошел все лавки на причале. Представляешь, кости лотос нет ни у кого на всем рынке. Я рад, что это путешествие было пустой тратой времени. Как раз наоборот. И я всегда говорил, лучше, чем найти то, что искал, может быть только одно. Найти то, чего ты не искал. И при том, по сходной цене. Ты купил рок-цунги? Для музыкальных услад. Вот бы еще найти. Рот. Ро. Рок-цунги. Это как рок-гипноза. Да, это тоже такая ассоциация. Музыкальные дуночки. О, здесь мы их найдем. О, какая прелесть. Эта вещь украсит наш камбуз. Мы упустили девчонку и лысого монарха. Я думаю, что целого мира вообще недостаточно. Почему они так часто пересекаются? Аватар с этими огненными ребятами. Потом же они за ними коняются. Ну смотри, они, вот опять-таки, вспоминай начало этой серии. Зука с аэра в одну сторону плыли. А потом аэра такой, типа, мне нужна кость. И свернул куда-то, чтобы, типа, заплыть. И получается так, что вот эта случайность оказалась не случайной. И они сейчас пересекутся с аватаром. А если бы они плыли так же прямо, то ничего не было бы. Получается... Помни, как тебе говорили в Камфу Панде. Случайности не случайны. На этом строится весь сюжет. Это закон. С которым она путешествует. У него знак стрелы на голове. Ты делал этот прием. А дальше делай что хочешь. Вот, подержи. Единая струя воды. Попробуем. Что смешного? Извини, но ты это заслужила. Тебя обманули. Она хочет только учиться сама. А он займется, когда я выучу водяной хлыст. Почему не получается? Так, защита прав Момо. Надо плавно перемещать центр тяжести. Видишь? Ключ к магии. А ну, закрой свой рот. Хочешь верь, хочешь нет. Твоя мудрость иногда надоедает. Давай вообще выбросим свиток, раз ты у нас такой одаренный. Что? Что я наделала? Прости меня. Сама не знаю, что на меня нашло. Обещаю, этого больше не повторится. Вот, свиток твой. Я к нему больше не прикоснусь. Ничего, Катара. А как же Момо? Он больше всех пострадал. Прости, Момо. А как же я? Я тоже... Хватит извинений. Какая она агрессивная, да? Она вроде, типа, сагрессировала, нагнала, извинилась, а потом опять нагнала. И при этом она ведет себя как пыльчивая, как маг огня, а не маг воды. Типа, надо быть помягче? Нет, ну, опять же, понятно, почему она так делает. Ну, типа, обидно ей. Да, что у него все получается, что он такой молодец, мудрый, она такая вся, ничего. Ну, просто эмоции не справилась с эмоциями. Бывает. Нормально все хорошо. Ну, вот Анга как жалко, чуть не расплакался. Момо жалко, вот. Может быть, прочешем лес? Это ни к чему, они ведь украли свиток водной магии. Угу. Значит, они у воды. День. А сказала, я больше к нему не прикоснусь и снова прикасается. Куда пошла? Ну, куда? Чшш, мамо, ложись спать. Нет, ты мне по жопе дала? Чшш. Знаешь, как в это, в Гарри Поттере, как вот это, когда, ну, остолбенение, остолбенение, не знаю, типа, долгопупсик, когда пытался их остановить, а Гермиона сделал, он такой отключился. И она такая, типа, мамо, спи, он такой. Ну, тебе не попугай. Такая врушка, не буду трогать, а сама смотришь, вот так вот. Тьфу, ну же, вода, слушайся меня. Так, ай, ай. Так, Атара, медленно перемещай центр. Нет, отпустите. Ух ты. Я спасу тебя от пиратов. Или она наколдовалась? Она. Так это же получилось, нет? Нет, там что-то другое. Скажи, где он, и я пощажу тебя и твоего брата. Не дождетесь. Постарайся понять. Я должен поймать его, чтобы вернуть утраченное. Мою честь. Взамен я могу вернуть то, что потеряла ты. Из чего он взял, что честь, его честь важнее, чем мир. Ну, это такая себе мотивация для нее. Ну, опять-таки, понимаешь, когда ты... Ну, это она обещает ей, конечно. Но мне кажется, все равно, ну вот, скажи мне кто-то, моя честь стоит на кону. Да мне все равно. Нет, ну, понимаешь, он-то... Он не рассматривает, скорее всего, ситуацию с точки зрения магов воды, воздуха или земли. Он живет припеваючи, как бы, у него... Его сторона захватывает мирон, кайфу, деньги есть, корабль есть, типа... Ну, единственное, чего нету, это чести. Потому что честь надо восстановить. Если он такой, ну, как бы, честь нужна? Честь будет? Вообще все будет у меня чики-пуки. И все, конечно. А если бы он понимал, ну, был бы на месте магов каких-нибудь, опять-таки, воды, которых там, да, прессуют, и мужчин у них нету, или магов земли, опять-таки, ну, грубо говоря, то, конечно, он бы... Давай за мир лучше. Маме на жерелье. Откуда оно у вас? Я его не крал, уверяю тебя. Говори, где он? Нет. Хватит спорить из-за какой-то дряни. Вы обещали свиток. Интересно, сколько он стоит? Нет. Дорого, наверное. Найдите то, что я ищу, и получите свиток обратно. Все будут довольны. Прочешите лес и поймайте мальчишку. Хорошо. А вот не надо было соглашаться на сделку-то с такими ребятами. А? Где она? Невероятно. А-а-а, что стряслось? Она взяла свиток. Она на нем помешалась. Вот увидишь, скоро из-за нее мы все... А-а-а! Уже. Не скоро, уже. А-а-а! А-а-а! Сам накакал. А-а-а-а! Молодцы! Анг, это я виновата. Да. Нет, Катара, нет. Да, так и есть. Отдайте мальчишку. Сначала верните свиток. Вы согласны отдать Аватара за старый кусок пергамента? Не слушайте его. Он хочет нас поссорить. Твой друг Аватар? Конечно. На черном рынке за него дадут намного больше, чем за свиток. Заткнись, жалкий крестьянин! Да, Сока, тебе лучше помолчать. Нет, ребята, вы не деловые люди. Представляете, сколько хозяин огня заплатят за Аватара? Вы больше не будете нуждаться. Оставьте свиток себе. За награду, которую нам дадут, можно купить сотню таких же. Вы пожалеете, что нарушили договор. Какой одновременный был прыжок. Ты видел? Да, и велась. Синхронные прыжки. Вау, красиво. А все-таки Сока, смотри, какой гений. Он их как-то вот раздорил. Вот прям, чтобы они поссорились, чтобы так произойти. Он умнул, умнул. Он истинный стартил. Ну, он, походу, не понял, да, его план? Да. Опа! Какой же ты молодец! Эти пираты выглядят, как какой-нибудь соловей-разбойник из этого. Да. Из Добрын Никитича, вот это, да. Или банда была соловей-разбойника. Из этой всей иерархии они прям как будто их оттуда рисовали. Спасибо, мама. С меня мешок яблок. Опа! Ой! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Воздухом надо или водой? Нужно стадо носорогов, чтобы его сдвинуть. Стадо носорогов. Волна. Или два мага воды? Моя такая растрогалась. Всем на корабль! Дети вообще не видят ничего, да? Вы так заняты борьбой, что не видите, что ваш корабль уплыл! Нам не до твоих поговорок, дядя! Это не поговорка! Единственный внимательный здесь вообще персонаж. Все знает, все есть. Он гений. Дядя, я не хочу. Дядя, я не хочу. Как Момо и Апа. На уровне. Эй! 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 Побыстрее! Я не знаю как. Эта посудина не нашего племени. А есть парусат? Не мочу партнер. Потом бы... Ааа! 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 Эй! Ты сделала водяной хлыст! Без твоей помощи я бы не смогла! Хватит хвалить друг друга! Помогите! Ааа! А то, это как будто ММА уже пошел в бои, да? Неплохо. Аааа! Ханг, смотри! О, нет! Ааа! О! Ты сошел с ума? Сейчас не время учиться играть на флейте! Мы остановим корабль! Ханг, вместе! Тянем воду! Получается! Он останавливается! Но все же мы излетели не смертно. Аня... Выходит! У нас другая беда! Ааа! Ух ты! У нас все было время, а! Ну вот куда бы они без аппу? Вот что бы они делали, птик? Я знал, что свисток пригодится! Спасибо, аппа! Да, ты нас спас! Свисток ляпка! Мой бот! Принц, Зуко, сейчас я тебя порадую! Кость с лотосом оказалась у меня в рукаве! А-а! Ха-ха-ха! Ех! Анг, я должна перед тобой извиниться. Магия воды дается тебе безо всякого труда. Я позавидовала и подвергла нас опасности. Простите. Ничего, Катара! И вообще, кому нужен этот дурацкий свиток? Ты действительно так думаешь? Свиток! Во-первых, что ты узнала? Красть нехорошо. Разве что у пиратов. Молодец, Катарас. Как настоящий брат. Хорошая серия. Столько милоты было, я вообще. И милоты, много эмоций. Боёвка, бой был в конце прикольный. Момент с тем, как Анг раздувал ветер и задувал его обратно было очень классно. Мне кажется, что дядя Айра реально думает, что его племянник какой-то дурак, да. Не знаю. Ну, потому что из серии в серию как-то это всё... Может быть, когда нам расскажут его историю, он как-то реабилитируется в плане... Кто? Зука? Да. Я забыла его опять. Пока его так показывают, конечно. Ну, пока он проигрывает. Жалко, жалко мне, жалко этот, как его? Лотос вот этот, вот значок, как он... Да, который выбросили. Да, который выбросили. Он, блин, такое путешествие преодолел ради этого лотоса. В рукаве. А его в итоге выкинул. Да. Хорошая серия, мне очень понравилась. И вообще, сериал Бомба Пушка. Да, прям так? Жду следующую серию, да. Да, классно. Пока что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на Телеграм. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на Бусти. Там серии выходят раньше. Да, встретимся к следующей серии. Обязательно иди, набери ванну и попробуй магию воды. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok